Но все-таки энергосберегающие лампы, они гораздо полезнее для здоровья, потому что раньше вот обычную лампу на камень засунул в рот и не вытащил, а энергосберегающую можно же вывинтить, у нее такая спираль, вот. Какое интересное у тебя хобби. В общем, я хотел сказать по поводу, что сегодня тема программы, вечерней программы прямая линия ЖКХ, это что делать, если в вашем доме не включили отопление? Как узнать график подачи тепла и кому жаловаться, если он нарушен? Свои вопросы вы можете задавать вечером по телефону прямой линии, в 18.00 начнется эта программа. Ну а тема здоровья мы продолжим с нашим гостем Сергеем Макаровым, сосудистым хирургом. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Прошу вас. Ну что ж, Сергей, мы продолжаем разговор о, как это называется, расширении вен, да? Варикозная болезнь. Варикозная болезнь. Вот. В принципе, все мы так или иначе любим, да, обращаем внимание на красивые женские ножки, не обращаем внимания на те сигналы, которые подают наши ноги. Вот давайте начнем с того, что какой образ жизни вообще приводит к развитию варикоза? Малоподвижный образ жизни, статические нагрузки, работа стоя, сидя, все это, конечно, не это. Сидя. Даже сидя неподвижно. Менее вредно, чем работа стоя, но тем не менее. Подъемы тяжестей. Тяжести, связанные с натуживанием, задержкой дыхания, это чрезмерные тяжести. И, конечно же, лишний вес, который также приводит к развитию варикозной болезни на фоне предрасположенности. То есть, есть и какая-то еще предрасположенная, она генетическая предрасположенная. А, ну это вот работаешь сидя, приобретаешь лишний вес, а потом ты его пытаешься поднять и все, варикоз. Лень двигаться, конечно. Как проводить профилактику? Что делать? Что можно сделать дома, чтобы не доводить себя до плачевного состояния? Лучше, конечно, делать что-то не дома, а в течение дня. То есть, меньше стоять, меньше сидеть. Не двигаться. Ну, если работа такая? Частые перерывы. Частые перерывы. Пройти, прогуляться, пробежаться даже немножко. Работа бывает не просто на ногах, бывает бегающие менеджеры и продавцы. Значит, нужно останавливаться, соответственно, да? Больше двигаться. Все-таки все равно, в любом случае больше двигаться. Больше двигаться, конечно же. Побольше пить жидкости, поменьше кушать, чтобы это не приводило к лишнему весу. Ну, а дома можно что сделать? Если все-таки усталость накопилась к вечеру, если все-таки ножки гудят, отеки, конечно, можно... На стенку. На стенку, на спинку дивана, телевизор перевернуть, чтобы было удобно смотреть. Хорошо, когда начинать, вот многие пользуются, даже не зная того, нужно это, не нужно, компрессионным бельем, так называемым. Когда вот есть какие-то конкретные звоночки, после которых действительно это необходимо? Конечно, компрессионным бельем нужно пользоваться сразу же, как только появились первые симптомы. Тяжесть в ногах, отечность. Уже сразу? Более, конечно, более поздние симптомы – это судороги в икроножных мышцах, появление варикозных вен, но лучше начинать сразу. А это можно делать самому или обязательно обратиться к специалисту, чтобы он посоветовал? Там же есть разная степень стягивания. Конечно, конечно. Да, конечно, надо обратиться к специалисту, потому что компрессионный трикотаж разделяется на профилактические лечебные, лечебные, соответственно, на несколько классов компрессии. И назначить нужный класс компрессии может только врач, поскольку есть еще противопоказания к этому трикотажу. И вообще трикотаж можно носить для профилактики пациентам или даже пока еще не пациентам, у которых работа связана с подъемом тяжестей. Это какие профессии? Повара, учителя, хирурги, стоматологи. Подъем тяжести учителя? Работа стоя. Стоя. Часто неподвижно. Поднять успеваемость классовым. Что касается спорта, есть какие-то ограничения или есть какие-то, наоборот, предпочтения в спорте? К чему надо уделять внимание? Да, конечно, спорт, которым можно и нужно заниматься, это, наверное, в первую очередь плавание, ходьба, велосипед, любые подвижные виды спорта, которые не связаны со статическими нагрузками, с прыжками. То есть, скажем так, волейбол, баскетбол тоже подвижные виды спорта, но за счет прыжков все-таки страдает клапанный аппарат. Я очень люблю большой теннис, это тоже не очень хороший вид спорта. Большой теннис, может быть, там прыжки выражены не так, как в баскетболе, но надо смотреть по ощущениям. Если вы чувствуете, что ноги больше устают, не мышечная нагрузка, а именно усталость, тяжесть в ногах, конечно, надо немножко ограничить себя в прыжках, а двигаться полезно. Ясно. И плавать, плавать побольше. К маленькому теннису. К маленькому? Да, там меньше приходится прыгать, мне кажется. Да, там больше халюбат. Ну, все-таки, есть наверняка такая грань, когда уже необходима помощь специалиста. Где эта грань находится? Вот какие симптомы ты наблюдаешь для того, чтобы вот идти к врачу? Что должно произойти еще? Значит, симптом, который пациент может увидеть у себя, это, наверное, отечность. Когда от резинок носок остаются следы, ну, достаточно глубокие. Так это почти у всех остаются следы. Наски такие нет? Не у всех, конечно. Вот, может быть, отеки почти у всех бывают. В нашей-то жизни. Вот. Есть? Ты проверил? Да, я проверил. И все-таки тяжесть в ногах. Ноги гудят, ноют к вечеру именно, не с утра к вечеру. Это каждый пациент может быть. Тяжесть, вот, действительно, она бывает разная. То есть, это такое тянущее состояние, да, когда вот налитые свинцом ноги. Ага. Не знаю, как наливаются они свинцом, но пациенты сразу же понимают, что свинцовая тяжесть. Все как один говорят именно свинцовая тяжесть. У кого это есть, да. В общем, если, дорогие друзья, если вы чувствуете у себя такие симптомы, все, затягивать нельзя, идите к врачу, и надо предпринимать какие-то меры. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо большое. Спасибо. Ну, продолжим нашу программу через, буквально через минутку.